Продолжение следует... 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 Мы со следующего года запускаем производство, серийное производство в специальном области нашей семьи, которое пускает удовольствие. Условодители, которые позволяют на лидерстве в фейсбуке передущих, получают другую ассистенцию. На ходе имя, например, вложен 9%, а на лидерстве получают 12%. Через 8-10 часов это уже получается светлый нормальный. Вот два рецепта, которые можно применить. А здесь для кого-то, как говорится, интересный подсказок. Если есть вопросы, я могу отвечать. Спасибо. Вопросы есть, Армиды? Нет, ну да. Но технология очень интересная и важная, мне кажется, с учетом ориентизации климата, с учетом жарких температур высоких и пересушенного зерна, которое на юге чаще всего бывает в реках Борки. Николай Васильевич, у меня есть в реках Борки, еще вещество. Но... По улажнению. По влажнению. По влажнению. Значит, уважаемые предыдущие, нужно знать историю нашего государства, Советского. Значит, когда влажность зерна была 6%, государство платило за влажность доведение до 40%. Не надо ничего и думать. Первый вопрос. Это зерно, которое сушено до 8, до 10, до 6 процентов. Это из сушила природа. И поэтому на качество, на качество зерна, это не повлияет. Нужен историю. Значит, когда я заявляю, что представитель влажности, плохая, но хорошая. Если приводило зерно влажность, допустим, 10%, то до 14 процентов, раз в черный путем доводили, и придешь, допустим, килограмм, а ему зачитывали, не килограмм, а килограмм, а сон. Вот и все. И очень ничего. Понятно. А то, что нас не принимают, это выгонки за отверстие. Самые настоящие. Выгонки. Очень ничего. Да, Василий Иванович, но сегодня получается так, что государство не вмешивается в эти процессы, а в бизнес, и вы потеряете деньги. Поэтому надо искать, может быть, какие-то другие пути, и вот то, что при реальности предлагают, это очень интересно.